В Тирасполе начался капремонт. В феврале в столичных подъездах начали менять окна. В двух многоэтажках деревянные рамы сменил металлопластик. На очереди еще четыре дома. В общежитиях ремонтируют душевые и меняют старые электросети. Продолжаются работы и по программе капвложений. На ремонт и строительство девяти объектов потратят 21 миллион. В новом корпусе второй коррекционной школы проводят коммуникации, стелят полы. Продолжатся работы и спортивно в лицее и интернате. Там обустроят спальни и кухню. В планах и строительство котельной в школе Кременчуга. Сейчас там учатся 40 детей. За счет капвложений в Тирасполе обустроят и две детских площадки в сквере Деволана и авиаторов. Плюс завершат строительство центрального фонтана. Тирасполь строят и сам за счет городского бюджета. В лагере «Спартак» появится два новых домика с канализацией водопроводом. Еще одна новость. Тираспольчанам вернут городскую баню. На ее реконструкцию потратят порядка миллиона рублей. Здание начало давать просадку. Из-за чего это было? Из-за того, что один из бассейнов дал трещину и вода потихонечку незаметно уходила под здание. Сейчас принято техническое решение о восстановлении данной чаши путем установки вовнутрь данной чаши пластикового бассейна. Это позволит остановить течь воды и, соответственно, принять меры к укреплению данного здания. По словам мэра, баня останется доступной для всех. Тарифы там будут снижены. Ремонт предстоит масштабный. Все же хотя бы один зал надеются запустить уже к сентябрю.